Европейский парламент поддержал создание украинского механизма для поддержки украинской экономики и инфраструктуры на сумму 50 миллиардов евро. Во время дебатов перед голосованием депутаты говорили о важности этого решения. Для Украины это необходимо, для ее выживания. Это способ выживания. Давайте не будем забывать, что люди в Украине, те люди, которые воюют на передовой, в некоторой степени зависят от нас. Они прекрасно знают, что если бы помощь со стороны Европы и, возможно, из США иссякла, у них больше не было бы шансов на победу. И поэтому так важно, чтобы мы послали этот сигнал Украине, но также и России, Путину, что мы стоим бок о бок с украинцами. Также депутаты подчеркивали, что экономика это не главное направление для поддержки и сейчас приоритет это вооружение. Особенно дальнобойные ракеты. Депутат от Германии Михаэль Галлер заявил, что его страна должна поставлять в Украину ракеты «Таурос». И для их обслуживания вовсе не нужны немецкие солдаты, как об этом ранее заявлял канцлер Германии Олаф Шольц. Приоритеты сейчас – боеприпасы и ПВО, и действительно ракеты большой дальности, чтобы сломить гегемонию агрессора. Мы должны, наконец, добиться того, что в Евросоюзе оружие европейского производства не направлялось и в третьи страны, а направлялось в Украину. Если канцлер Германии говорит, что он не будет отправлять немецких солдат, потому что ракетный комплекс «Таурус» должны настраивать немецкие солдаты, то это нонсенс, потому что ни одному немецкому солдату не приходилось ехать в зарубежные страны для установки ракетного комплекса «Таурус». Решение о создании украинского механизма было принято на встрече лидеров стран Европейского Союза 1 февраля в Брюсселе. Сегодня было его финальное согласование в парламенте.